Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вас порадую интересным обзором. Можно сказать, что Бегемот поднял еще одну планочку рекорда по киллам предыдущего обзора. На призмах Бегемот забрал 19 метров противника, а в этом бою заберет 20 метров. Я очень редко играю сейчас в Deadmatch. В основном показываю вам, стараюсь, классику War Robots, да, режим превосходства. Или гонка за маяками, да, маяковые режимы, битвы за контрольные точки, там вся тактика и стратегия в максимальной лиге чемпионов класса S. Бегемот с шилдбрейкером, комплектация Nuclear Amplifier, который, кстати, призмы достаточно быстро заряжает, и два баланс-юнита. Будем очень аккуратно отыгрывать, набирая максимальную дистанцию, ведь чем дальше от цели, тем мощнее призма выжигает противника. Оружие, напоминаю, стреляет на дистанцию 1 километр 100 метров. Это самый мощный дальнобойный лазер в игре. Как видим, призм в игре становится все больше, и начинаются такие звездные войны, лазерные перестрелки. Я стараюсь подлавливать противника. И, конечно, не применую использовать шилдбрейкер, чтобы прожечь вражеского меха сквозь аедис или абсорбер. Это очень полезный модуль на дальних дистанциях для таких снайперских сборок, друзья. У меня не было цели набивать здесь огромное количество киллов, я решил просто в смертелке поиграть бегемотом и посмотреть, что будет. Бегемот сейчас это мой самый любимый мех после, можно сказать, Лео или Фуру, да, после старичков Варроботс, после ветеранских мехов. Люблю большие машины, еще с времен вообще выхода Варроботс. Жесткая ответка, посмотрите, сквозь шилдбрейкер, сразу выжигаю цель. Что позволяет шилдбрейкер? Он позволяет полностью ошеломить противника, который надеется на свой абсорбер, на свой чип на дроне. Попробуем тайфуна сработать прямо сквозь щит, смотрите. Буквально полторы секунды и нет его, при том, что у меня амплифайр еще заряжен пока на 63%. Это можно увидеть заряд амплифайра, левый и верхний угол, дорогие мои. Так, мы уже взяли Bionic Godlike. Давайте попробуем отхватить и легенду сейчас. Играя, друзья мои, я с дроном Paralys, которые установлены чипы на стан, чтобы призмы быстро и четко станели противника на большой дистанции, сковывая его по маневренности. Взяли легенду, отлично. И еще одну легенду и взяли, зазевался фафлир противника в воздухе. Для таких целей нужно в кармане в запасе беречь, конечно, перезаряженный шилдбрейкер. У мелких пилотов, такого бегемотика, я вам уже, друзья, расклад показывал, но нужно однозначно брать эксперт по бронях, обязательно лихач. Пилот лучше всего на такой дальнобой, это Батис Лопате, который добавляет всему оружию, которое стреляет далее в 800 метров, да, в 800 метров и более в дальней стрельбы. Добавляет 7,5% к дамагу, это лучший пилот. Если использовать бегемота на средних дистанциях, например, на панчерах, то пилот должен быть Андрей Квасов, он вафлок, то есть он немножко покрепче в бастионном режиме, есть сопротивление урона чуть-чуть больше очков и чуть побольше бегает по скорости в пассивном режиме с двумя тяжелыми слотами. Вообще он достаточно маневрен для такой здоровенной машины, он быстро бегает, может быстро поменять фланги и больно огрызаться на ходу все-таки, два тяжелых слота это сила. Вот в такие моменты можно подлавливать хавков ястребов на окончании способности в момент начала приземления. Можно выжечь сразу. Спасти хавка может исключительно, конечно, абсорбер, или если играет с небулой, то подлечит, тогда он приземлится, или фейсшифт, если успеет среагировать игрок и применить такой активный модуль. Уничтожаем Титана. Он реально заставил бояться всех его на этой карте. Они уже все боятся носа показать. Посмотрите, Бегемот старается взять легенду сначала, потому что была большая пауза между теми двумя легендами и следующим киллом. Давайте попробуем взять легенду заново. Очень суровая сборка. Есть легенда! Реально просто наводит ужас на противника. Они сбились в кучку все на респе. И опасаются даже нос высунуть. Шикарные прострелы может показать призма. Кстати, за счет призмы можно учить карты, изучать точки прострела, да, где какие линии простреливаются. Как лазер на указках показывает. Сейчас был опасный момент. Я отхожу от Артура, который занял позицию оборонительную, играет от башни. Выставив орудийный с латыным препятствием, ведет огонь. Я его достать не могу. Еще одного титана сжигаем. Взлетел минг, давайте мы его посадим. Тут же сажаем с половиной хп. Призмы оружия, которое быстро дозаряжается. Новый вид снайперского, энергетического, крайне эффективного вооружения. Я попробую обойти противника с левого фланга, чтобы окончательно добить. После этого обзора, друзья, предлагаю к просмотру вам трех боев с бегемотами на различных сборках. По фану, чтобы вас порадовать, чтобы вы могли оценить возможности боев бегемотов в Лиге Чемпионов. Бешеные бегемоты вам покажу на Дреднаут. Дикие бастионы, ходячие в Риме. И как заканчивает каточку. А дикий бегемот, сдувающий титанов, наш Инжень Китай в третьем бою. Просто жесть, что он творит. Незабываемо, конечно, приятный геймплей. И это все, чтобы порадовать вас, друзья. Реально на этой карте бегемот навел ужас на всю команду красных, сковав их, деморализовав и уничтожит 20 роботов противника. Это очень серьезный результат, учитывая, что в команде красных всего 36 роботов. Короткий взгляд на стату. Ну, я надеюсь, что обзор вам понравился. Я желаю, прежде всего, здоровья вам и вашим близким. Включайте уведомления, не пропускайте новые сюжеты на канале. Всех благ, друзья, увидимся. Смотрите «Бои под музыку». С вами был VR Commander. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I feel alive. 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 I feel alive.